Добрый день, еще раз добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжаем мы наш с вами ежедневный бизнес-канал. Вторая его часть, бизнес-класс, вкусная тема. Я попрошу даже сейчас, наверное, кофе мне принесите, пожалуйста, в студию. Это будет актуально, как минимум, потому что тема такая. Рынок кондитерских изделий и кофе от советских брендов до современных технологий. В гостях сегодня две очаровательные гости у меня. Это Яна Гуськова, директор по корпоративным вопросам компании «Мон де Лиз Русь». Яна, добрый день. Добрый день. И это Татьяна Ефремова, директор по управлению категории напитки компании «Мон де Лиз Русь». Добрый день, Татьяна. Добрый день. Ну что ж, напомню для вас, уважаемые радиослушатели, есть у нас телефон прямого эфира номер 6510996, код города 495. Есть у нас ресурс интернет по адресу finam.fm. В общем, вы можете нам позвонить, написать, задавать свои вопросы. Вот. Девушки мне сказали по секрету, что они очень любят отвечать на вопросы радиослушателей преимущественно. Вот. Можете задавать сами эти вопросы, либо просто, как всегда, комментировать ситуацию. Ну, я думаю, каждый из вас хоть раз в жизни пробовал и кофе, и кондитерское изделие. Вот. И можно по этому поводу, естественно, свою точку зрения озвучить. Ну что ж, собственно, все приготовления. Давайте начнем сразу же беседу. Вопрос давайте, Яна, вам. Да? В двух словах буквально. Да, история появления компании, название такое, мне показалось, французское, откуда взялось. Действительно, название у нас новое, но компания достаточно старая. И сейчас на рынке... То есть произошел ребрендинг, как говорят в таких случаях, нет? По сути, да. То есть у нас такой, знаете, стартап, у кого за спиной стоит 35 миллиардов долларов. Эх ты. Но это стартап. Компания новая, ей всего один год. Она образовалась путем разделения очень большого финансового американского гиганта Крафтфудс на две компании. Крафтгудс, которая осталась в Америке. И Монделиз Интернешнл, которая вот на международных рынках оперирует. И название компании было придумано ее сотрудниками. Они шли от того, что мы производим очень вкусный продукт питания. Это кондитерские изделия, печенюшки, шоколадки, конфеты, жевательная резинка, кофе и другие напитки. И они придумали такое, знаете, название «Мир вкуса». Монделиз. Мон от латинского «Мир», «делиз вкусный». И вот объединили два слова и получилась компания «Монделиз». Здорово. Ну, звучит очень, да, очень романтично, я бы даже сказал. А тем более, когда Яна рассказывает про всякие вкусности, печенюшки и прочие кренделя. Таня, вы давно работаете в компании? Я в компании работаю 10 месяцев. То есть вы даже, да, уже после ребренинга этого, в кавычках. Да, Таня пришла уже в новую компанию. Да, я уже поучаствовала в компании «Монделиз Русь». То есть не успела поработать в крафте, но в «Монделиз» уже успела увидеть, как все происходит, и как компания меняется, как она развивается. Но она сейчас вот в моменте меняется, развивается, да? Безусловно, компания, как Яна сказала, вот в своем стартап и начале, и пути, и, безусловно, компания меняется и дальше прогрессирует. Хорошо. Давайте тогда вот мы о чем сейчас поговорим. В названии, да, мы заявили все же с вами такой термин «советские бренды». Насколько, кстати, американская компания, да, сейчас это международная компания, и тем не менее ссылка на советские бренды. Это нормально, Ян? Ну, это нормально, потому что в портфеле нашей продукции есть так называемый бывший советский товарный знак. Какие? Печенье юбилейное. А-а-а, ну да. Всем известно. Просто, что такое советский товарный знак? Это те обозначения, которые использовались для маркировки товаров народного потребления в советские времена. Тогда не было понятия «товарный знак» как такового, потому что не было в этом необходимости. Была плановая экономика, все выпускали столько, сколько им говорили, конкуренции не было. И, соответственно, не было необходимости в знаках. Как только Советский Союз распался, мы перешли на рельсы рыночной экономики, соответственно, у нас должна была появиться конкуренция. И вот эти товарные знаки были зарегистрированы в основном теми компаниями, которые исторически их изобрели, скажем так. Еще при советской власти, да, получается? Ну вот бренд «Юбилейная» вообще был введен на рынок в 1913 году, еще к 300-летию дома Романовых. Еще до советской власти. Еще до советской времени. Компания «Сиу и Кампани», которая в 1924 году, соответственно, при революции была переименована в «Большевик». А «Крафтфудс» ее купил уже в 2008 году. То есть мы как бы являемся законным правоприобретателем этого советского бренда «Юбилейная». Да, да, очень интересно. И таких брендов, я так понимаю, предостаточно у нас, да, у вас в частности или на российских прилавках? Ну вообще в кондитерском мире их порядка 250. В целом, по сведениям Роспатента, их там 4000. То есть они присутствуют в фармацевтическом рынке, они есть и в других категориях пищевых продуктов. Ну, например, такие известные бренды, как «Аэрофлот», «Калашников», «Вымпел», «Сатурн» — это вот все известные советские бренды. Вообще это актуально. Вот я задаю вопрос вам, как бизнесменам. Бизнесмен, он старается вот этот мостик в историю каким-то образом проложить и говорить о том, что он правоприемник вот этого еще советского какого-то или даже до советского бренда. Это, я не знаю, маркетинговый ход такой. Или можно просто же, наверное, придумать что-то сейчас, да, и не заморачиваться сильно. Таня может меня поддержать, что на самом деле вот эта популярность пришла к советским брендам уже сейчас именно только потому, что те владельцы этих брендов, они вкладывают в них деньги. Если вы возьмете бренды, которые вот никому не принадлежат, которые отобрали и отдали во всеобщее пользование, например, пиво «Жигулевское», вы сейчас купите пиво «Жигулевское»? Ну, формально, наверное, куплю, потому что на прилавках я его так периодически вижу. Вы отдадите предпочтение чему-то более продвинутому. Ну, наверняка, наверняка, да. Той же Балтике, которая вот продвигается. Нет, ну, с другой стороны, если все-таки говорить о какой-то ностальгии, да, потому что я все-таки человек взрослый, я помню еще Топьево, Жигулевское, единственное, наверное, да, на просторах, почти единственный на просторах Советского Союза. Я могу на него каким-то образом еще, так сказать, отреагировать, а молодежь наверняка уже не в материале. Понимаете, вот весь ужас этой ситуации заключается в том, что если в бренд не вкладывать деньги, то бренд, по сути дела, умирает. То есть у него должен быть хозяин. То есть, безусловно, в чем уникальность русского потребителя, что у нас есть и любовь к прошлому, то есть мы любим, мы поддерживаем, мы как-то гордимся. То есть, ностальгия в чем-то, да, для более взрослого поколения, для молодежи где-то вот какие-то отсылки к прошлому, если оно было красиво и интересно. Но при этом мы очень сильно любим новинки, то есть по-прежнему рынок еще не насытился вот теми продуктами, которые есть в Европе. И поэтому вот этот вот баланс поддерживают, стараются все большие компании. То есть стараются, и это очень хорошо, когда в портфеле есть как исторический, советский, хороший, с историей бренда, так и бренды, которые вот выстреливают новинки, категории, сегменты, которые мы вносим. Потому что по-прежнему потребителю хочется увидеть, попробовать то, что они еще не могли делать и пробовать. А универсальные бывают какие-то универсальные, может быть, да, предложения, бренды, в которых и вот отзвуки прошлого, да, и какая-то новинка, например. Ну вот, пожалуйста, печенье юбилейное. Это у нас такой зонтичный бренд, у нас есть традиционная юбилейная, юбилейная, но в этой же линейке был запущен эмоциональный продукт юбилейное утреннее. Это готовый завтрак. То есть это продукт, который имеет так называемые длинные углеводы, они долго усваиваются, 4 часа, организм производит энергию, вот вам инновация. Да, это то, что модно сейчас, то, что на слуху, да, и в то же время название юбилейное отсылает еще к этому приятному прошлому. Абсолютно верно. Еще такие есть примеры, ну, в принципе, может быть, не у вас, а на рынке, например, Тань, в целом на рынке. Бывают такие еще примеры? Безусловно, в разных категориях. Очень это принято в категории красоты, потому что женщины любят вот то, что уже кто-то попробовал, посмотрел. При этом, безусловно, в этой категории очень много новинок. И там очень часто используется вот фундамент и какие-то традиции предыдущих марок, лет, может быть, даже каких-то отсылок в другие географии, страны. Но при этом всегда стараются приносить вот какой-то новый ингредиент, какую-то новиночку найти, какое-то вот новое растение, еще что-то из него там, выжимку еще сделать. То есть, конечно, это используется во многих-во многих сегментах. Немножко у нас времени осталось, тем не менее, я успею вопрос как минимум произнести и, может быть, даже начнем на него отвечать. Вообще проблемы возникают, вот опять возвращаемся к этим старым брендам, да, правоприемник я или кто-то другой. И вот мы начинаем спорить, причем на высшем каком-то уровне, находим правду. Бывают проблемы такие, Яна? Ну, сейчас действительно вопрос встал ребром, можно сказать, потому что, безусловно, когда вот шла приватизация, как вы понимаете, интернета тогда не было, и все сразу поняли, что надо бежать и регистрировать эти знаки на себя. И, как я сказала, в основном были зарегистрированы знаки теми, кто их изобрел. Но, тем не менее, остался огромный пул компаний, которые как бы остались без этих товарных знаков. Но, тем не менее, за эти 20 лет они как-то не вышли на рынок со своими какими-то новинками, со своими знаками. И, соответственно, им легче как бы... Ян, я прошу прощения, мы сейчас прервемся, послушаем новости, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс на Finam.fm. Сегодня мы говорим на тему кондитерских изделий и кофе, обсуждаем этот рынок в России, но будем наверняка смотреть и за рубеж. И еще одна фраза, значимая для нашей беседы. Мы прослеживаем движение от советских брендов до современных технологий. Я еще раз напомню, в студии Яна Гуськова, директор по корпоративным вопросам компании «Монделис Русь» и Татьяна Ефремова, директор по управлению категорией «Напитки» компании «Монделис Русь». Телефон в студии 651099,6, код города 495 и сайт компании «Финам.фм». Для вас, уважаемые слушатели, средства коммуникации, звоните, пишите, задавайте свои вопросы. Ну что ж, вернемся, прервались. Мы вновь в историю, да, немножко, Яна, еще уйдем. Итак, проблема, вот, начало 90-х, приватизация, никто не знает, что делать. Ну да, и, собственно говоря, зарегистрировали на себя несколько, некоторые компании, которые, в общем, были также и прародителями этих марок в том числе. Рыночная экономика, конкуренция ужесточается, потребитель становится все более требовательным. И, соответственно, тот, кто не смог за эти 20 лет создать своих новых марок, они предлагают теперь вернуться вот к этому, знаете, историческому, нашему любимому методу забрать и поделить, вместо того, чтобы придумать и продвигать. И сейчас у нас, как бы, в Госдуме зарегистрирован проект, законопроект, который предлагает вернуть советские знаки в коллективное пользование. Ну, я так понимаю, вам, как представителям рыночной экономики, все-таки, да, такой подход, я так понимаю, не совсем понятен. Нет, безусловно, мы любим наши бренды, то есть мы за их стоим горой, мы в них инвестируем очень много, то есть мы изучаем потребителей, что им нужно, что им нужно добавить, что нужно убрать, какие тенденции на рынке директологии, то есть какие нужны им, не знаю, ингредиенты дополнительные. Когда инвестируешь в это, любишь свои бренды, конечно, мы хотим, чтобы они оставались с нами, и мы дальше продолжали удовлетворять потребителей. Послушайте, я вот подумал о том, что если действительно, да, вот, законопроект найдет отклик, будет принят, ну, в частности, вот, с брендом юбилейный, с ним что, вот, физически, что с ним произойдет? Что значит в общее пользование, это как понять? Ну, помните, была коллективизация у нас, что тогда было? Грустно, да? Дело в том, что, ну, безусловно, пострадает качество. Не до такой же степени, наверное. Пострадает потребитель, потому что, когда на полке встречаются два одинаковых продукта, конкуренция идет за что? За цену. А, то есть я представляю, что брендом юбилейным могут воспользоваться все компании, да? Вы можете продавать, я могу продавать. Что-то придумать такое, и под брендом юбилейный продавать, но это будет не разбериха, это будет бардак, я бы сказал так. И плюс конкуренция будет за цену, то есть, чем ниже цена, тем более будет конкурентоспособность. Сами понимаете, что качество от этого абсолютно выиграет. Совершенно верно, я буду дымбинковать, я буду не докладывать, что там, да? Вкусные ингредиенты, или полезные. Или полезные, или в зоопарке тигру, помните, не докладывают мясо, все, но зато я имею возможность снизить цену. Да, это... Это тот самый бренд. А потом посмотрел, вот где-то там с другой стороны, что произведено такой-то, такой-то компанией. И тогда я успокоился, знаю, что это, да? То, что я и хотел купить, и... Ну, в принципе, надежнее, да. Да, да, да. Продукты питания важны, чтобы были. Традиционно юбилейно всегда производилась компания «Большевик». И даже само вот этот значок «Большевик», он придает так называемые кредибилити продукты. То есть это еще раз покупатель убеждается в том, что это качественный продукт. Понимаете? То есть вот этого значка уже на печенье не будет. Его тогда смогут производить все. И в долгосрочной перспективе, конечно, будет страдать потребитель, потому что качество будет падать. Конечно. Вот, и с рынка будут уходить эти продукты, потому что они будут... А чем законодатели мотивируют, кстати, эту позицию? Они во благо кого в данном случае? Ну, это вот небольшие производители, которые не смогли или не захотели вывести на рынок новые продукты. Им легче сидеть и паразитировать на чужих брендах, в которые другие вкладывают деньги. Так, уважаемые дамы, давайте у нас есть звонки, пообщаемся со слушателями, да? Вадим, добрый день, еще раз вы в эфире, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, вот я внимательно слушаю вашу передачу. Я, значит, поклонник кондитерских изделий. Так. Поклонник. И помню те еще изделия, которые в советское время выпускались. Вот, значит, уважаемые гости, они говорят, что они работают над брендами. Вот передо мной стоит пачка, значит, с изделиями. И вот читаю я состав. И вот в составе там, значит, жиры и масла растительные, со всякими там е-разреслители, ароматизаторы индивидуально натуральным. Эта вот работа в чем заключается? Просто в красивой упаковке над этим брендом или над составом, то, что внутри находится под этим названием. Понимаете, вот очень трудно сейчас найти те изделия кондитерские, которые были, ну, вот в мое детство. Те самые, о которых мы вспоминаем. Да, те самые, да, где больше было натуральных продуктов в составе. Вадим, спасибо за звонок. Понятно, собственно, и вопрос, наверное, да, и ваша точка зрения. Я так понимаю, да, Ян, Таня, понятно, о чем спрашивал Вадим. То есть, о чем, прежде всего, да, производитель, он чем озабочен? Продвижением бренда, как некого имени, названия, картинки, ассоциации, если хотите. Или все-таки он при этом еще и о качестве заботится все же? Ну, в первую очередь это качество, потому что если бренд некачественный, если продукт невкусный и некачественный, его при любом продвижении никто продвигать не будет, покупать не будет. Да, человек может купить, попробовать, ему не понравится, и он больше ни за какие деньги его не купит. Поэтому, прежде всего, качество продукции. Да, есть у нас вообще в российском обществе такая, скажем так, обеспокоенность по поводу натуральности продуктов. Но дело в том, что мы можем и яблоко разложить на Е-компоненты, вот эти И-числа там. Потому что у нас сейчас каждый компонент, включая там растительное масло, муку и так далее, все можно перевести на И и поставить дальше номер. Понимаете? То есть это система обозначений. И при этом это не будет, он останется натуральным. Это не значит, что он не натуральный. Это не натуральный продукт. Понимаете? Просто, как вы понимаете, упаковка, она не резиновая. Мы в соответствии с законодательством должны переместить на нее большой кусок информации. Не только про название продукта, но и то, что в него входит. И, соответственно, русский язык, он не самый, как бы, короткий. И производитель вынужден обращаться к международно признанным стандартам обозначения определенных ингредиентов. Чтобы украшить... Я так понимаю, проблема именно в этом, что у нас есть с вами еще, у нас с вами, как и потребители российских, да, нет опыта общения с этими обозначениями. Мы не знаем, что такое... Увидели там Е, какая-то циферка, все, это значит ненатуральный. А на самом деле это абсолютно безобидная и натуральная какая-то компонента. Правильно, Татья? Безусловно, может быть Е страшные, могут быть Е не страшные. То есть мы всегда смотрим на то, чтобы это было не страшно, а лучше даже полезные для здоровья буквки. Это вы смотрите, как специалисты. А мы с Вадимом придем, там написано Е, какое оно страшное, не страшное, я же не знаю. Я думаю, что ничего страшного продукты положить нам не разрешат. Нельзя. У нас есть очень строгое пищевое законодательство, и мы используем только разрешенные проверения. Вот это важный момент, я, кстати, опять ностальгируя и вспоминая, были раньше при советской власти госты, госты, все, это железно. Сейчас, насколько я понимаю, такого строгого отбора, да, тех или иных товаров все-таки не происходит или кем-то регулируется? Мешки существуют, они не являются обязательными, они добровольны к применению. Каждое предприятие утверждает технические условия, по которым оно производит продукцию. Эти технические условия, они согласовываются с органами Роспотребнадзора, потому что те должны быть уверены, что те ингредиенты, которые кладутся в пищевой продукт, они соответствуют всем российским правилам. Поэтому в пищевом продукте, в принципе, не может оказаться ничего того, что может навредить здоровью. Другое дело, что... Роспотребнадзора может запретить, я так понимаю, да, если ему показалось, что там что-то... Если это будет продукт, который, безусловно... Вреден для здоровья. Вреден для здоровья, он не входит в списки утвержденных пищевых продуктов, ингредиентов, которые утверждены для использования в Российской Федерации. А в Российской Федерации эти списки более строгие, надо сказать, чем в той же Европе. То, конечно, производитель его использовать не сможет. У нас эта тема очень мифологизирована. Мы очень много боимся, как бы. Яна, Татьяна, я прошу прощения, прежде всего, да, и от себя, и от наших слушателей. Но понятно, что вы профессионалы, конечно, вы, да, не первый раз уже на эти вопросы отвечаете и говорите уже, ну что, сколько можно. Но для нас, вы же понимаете, это в новинку очень часто. И поэтому мы, скорее всего, да, вновь будем вас мучить этими вопросами. То есть бояться нечего, Таня, правильно я понимаю? Бояться нечего. Более того, когда мы говорим о качестве, большие производители очень много денег тратят на исследование, чтобы понять, какое именно качество. Как именно отвечать потребностям. И с точки зрения, там, здоровья, и с точки зрения какого-то внешнего вида. И в своих продуктах стараются это делать. К слову, например, кофе Якобс, который мы здесь продаем, большая торговая марка, очень известная. По вкусу российский и украинский продукты отличаются, потому что мы стараемся сделать продукт максимально соответствующим желаниям и потребностям российского потребителя. Вот у него есть вкусовые какие-то кофейные, уже сформировавшиеся пожелания. У потребителя. У потребителя есть. И мы развиваем этот дальше рынок, потому что знаем, что там какие-то итальянцы, французы. Вот мы туда их введем, вводим новинки, которые содержат более такие качественные, скажем, более высокого ценового сегмента продукты, и даем попробовать. А дальше смотрим, приживется это на рынке или не приживется. Но желание все время развить и вкус потребителя, и предложить более качественный продукт на рынке. Нет, это здорово. И, в принципе, я так слушал сейчас завороженно, но я не совсем понимаю, конечно, да, что вот есть у нас какая-то специфика, да, потребление. Что-то, в чем она какая-то нематериальная, вкусовые ощущения какие-то, да, другие, чем в Европе или в Америке. Ладно, мы сейчас об этом поговорим, но прежде прервемся, послушаем рубрику «Вне времени», а потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжим эфир, и давайте я потом все вступительные слова скажу, потому что у нас есть звонок. Алексей очень терпелив, и сразу же начнем сообщение с ним. Алексей, спасибо за ожидание, вы в эфире говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел бы немножко вам сказать свое мнение о печенье юбилейном. Давайте. Вот девушки говорили, что производитель может выпускать согласно ГОСТу, согласно ТУ. Ну, ГОСТ это, скажем так, утвержденный перечень ингредиентов, допускающихся к составу в печенье в данном случае. Например, да. А в ТУ производитель может вписать что угодно, то есть это будет соответствует ТУ, то есть соответствует заявленным ингредиентам, которые самым... Так вот, я к чему это все говорю, я раньше, ну, наверное, года полтора назад покупал часто печенье юбилейное, потом случайно как-то не перечитав, еще раз перечитал состав этого печенья и был очень удивлен, когда увидел в составе пальмовое масло. И, в принципе, вот как бы, ну, с тех пор больше я это печенье не покупаю. Хотя, в принципе-то, по вкусу оно было, ну, то же самое, разницы никакой не было. Это вот к вопросу о качестве. То есть, ну, если производитель дорожит своей репутацией, то я думаю, что он пять раз подумает класть в состав ингредиентов, вот, скажем так, не то что дешевые и доступные составляющие, а, скажем, не очень полезные. Вот, потому что, ну, по поводу пальмового масла есть очень много и исследований, и мнений, что оно не совсем полезно. Я не говорю, что вредно, оно не совсем полезно для организма. Вот, в принципе, как бы это вот то, что я хотел сказать. Алексей, спасибо огромное за звонок, спасибо за ваше мнение, Яна. Нахмурилась, ну, понятно, да, на ту же тему вопрос. Да, пальмовое масло – это ингредиент, который утвержден Всемирной организацией здравоохранения. То есть, оно в любом случае не навредит. Другое дело, в каких количествах. Какое количество этого пальмового масла вы обнаружите в одной печи? А откуда вот эти мнения, которые как раз Илёша сейчас озвучил, что оно не совсем полезно? Это что, это всё заслуга интернета опять? Да, безусловно, если сравнивать пальмовое масло с оливком, наверное, у оливкового, как бы, больше заявленных полезных свойств. Очень интересная с пальмовым маслом наша его трактовка. В Европе к пальмовому маслу относятся напряжённо, потому что при его производстве уничтожаются пальмовые леса и погибает куча армутангов. То есть, это экологическая составляющая? Да, устойчивое развитие. И там все программы направлены на то, чтобы пальмовое масло производилось устойчивым образом. То есть, срубили пальму, посадили пальму, чтобы всё было. А в нашем обществе пальмовое масло имеет вот этот вот какой-то здоровый, нездоровый оттенок. То есть, насколько оно, как бы, полезно или вредно для здоровья. Но опять-таки, ингредиент утверждён Всемирной организацией здравоохранения. Безусловно, его используют, оно обладает, у него есть просто, почему его используют в кондитерской промышленности, у него есть ряд свойств, которым не обладают другие масла. Оно, как бы, не растекается. Вот. И за счёт этого позволяет продукту держать форму. А раньше, если опять советские времена вспомнить, не было же пальмовым маслом, по крайней мере. Почему? Оно было. Было, да? Оно было всегда, да. Просто тогда не было таких жёстких требований к идентификации ингредиентов в упаковке. Понятно. Ну, а вот, что касается, озвученный Алексеем опять, вопроса ГОСТов и ТУ, технических условий, да, так это расшифровывается? Вот здесь, что вы можете сказать, Тань, по поводу ТУ? Ну, правильно, ведь, если, опять, слушая Алексея, я представлю себе такую картину. Вот я производитель Чегото. Я сам для себя технические условия создал, вот, что-то там, значит, получилось у меня, меня кто-то спрашивает, как ты это делал? Я говорю, вот так вот. Всё, как я и прописал сам себе. Нет, одна вещь, это, конечно, когда то, что ты заявляешь, и ты должен следовать тому, что ты заявляешь. Безусловно, все уважающие себя потребители это делают. Плюс у всех уважающих потребителей есть своё, ну, то, что называется, реноме, никто не хочет... Производители. Ну, производители, конечно, производители. То есть никто не хочет один раз дать попробовать свою печенюшку, чтобы потом человек отказался, скажет, что это невкусно, это неболезно. И всем расскажет. И всем расскажет, напишет в интернете, опять будет какая-то территория мифов, которые у нас люди любят производить. То есть мы все стараемся получить производителя надолго. То есть так, чтобы он остался с нашим брендом, с нашей категорией надолго, чтобы сегодня он съел юбилейный, завтра он съел ещё юбилейный. Рассказал всем, какой он вкусный. Он купил юбилейный утренний, съел и стал ещё здоровее. То есть такие вещи мы стараемся делать, именно поэтому за качество идёт борьба. И здесь вопрос не только регуляции какой-то, но и внутреннего, какого-то стандарта у больших компаний. У нас компании, они очень высокие. То есть внутренние контроли, какая-то политика. Как у международной компании, это очень высокие стандарты. Понятно. Ну, собственно, от стандартов давайте перейдём к неким инновациям. Инновациям, да, я, честно говоря, не очень представляю, вот, опять, в сфере продуктов питания, как могут выглядеть эти инновации. То есть что-то эдакое в печенюшку, да, ну, хотя юбилейный утренний, да, это уже некий инновационный продукт. Продукт, да. Таня, вы как директор управления категорией напитки, да, вот в напитках какие инновации могут быть? В напитках инновации, помимо, там, эмоциональных каких-то брендовых историй, которые, конечно, все поддерживают. Потому что кофе это коммодити продукт, то есть он состоит из зерна, да. Всё равно есть возможности таких вот мегапрорывов. То есть вся категория состоит из сублимированной кофе, кофе растворимой, кофе в зернах, рынок кофейных машин. Кажется уже, что, ну, ничего нового принести нельзя, либо оно будет там, ну, какие-то условно новым. Тем не менее, удаётся выводить на рынок вещи и продукты, которые, вот, играют на синтезе категории или сегментов, так скажем. То есть есть очень большая зона сублимированного кофе. Мы рынок, в принципе, чайный, мы очень любим насыпать в стаканчик. Ещё раз, сублимированный — это растворимый. Растворимый кофе, да. Мы рынок чаяния любим насыпать в стаканчик, заварить кипяточком, размешать. В Европе совсем другие традиции. Там рынок, в принципе, кофейный. Там люди привыкли, что через кофе в машину или как-то, вот, они должны в турке заварить кофе. Это совсем другая культура. Что удалось сделать компании «Мондолиз» — это соединить два этих сегмента. Здорово, Таня. Я единственное хочу уточнить всё же, ну, опять услышать от профессионалов. А если сравнивать растворимый и нерастворимый кофе, вот, по вкусовым качествам, конечно, это вещь субъективная очень, но, опять, с точки зрения пользы или вреда, потому что, опять, много раз я слышал, вот, нельзя пить растворимый кофе, потому что он вреден. Надо обязательно. Абсолютно. Растворимый кофе — это стопроцентный кофе. Абсолютно то же самое. Там ничего другого нет, абсолютно. То есть очень сложно эти холостки. То есть здесь конфликта никакого нет? Нет, со здоровьем абсолютно никакого конфликта. Содержание, там абсолютно стопроцентный кофе, то же самое, те же самые зёрна. Вопрос, как они произведены и каким образом они сделаны, засунуты в баночку, так скажем. То есть, тем не менее, удаётся найти на стыке вот этих сегментов растворимого кофе и кофе Молотова инновацию. И это действительно, вот, когда бывает что-то такое, вот, полёт в космос. Наверное, в кофе в прошлом году случился полёт в космос, когда мы вывели на рынок продукт Якобс Монарх Меликана, в котором соединили вкус и крупинки молотого кофе и ввели их в гранулы сублимированного, этого растворимого. То есть фактически удобство остаётся как растворимое. Ты так же насыпаешь себе в чашечку, размешиваешь. Но при этом у тебя и вкус, и частички молотого кофе каждый раз, вот, ты ощущаешь, это и вкус, он совершенно другой. И эстетика потребления, и ощущение во рту. То есть это вот совершенно другой опыт и развитие вкуса российского потребителя. Вот это было сделано. С феноменальным успехом мы запустили эту инновацию. Она, получается, 10 месяцев на рынке. С апреля прошлого года мы побили наши очень высокие таргеты, которые себе ставили задачи. Подождите, Татьяна Ефремов 10 месяцев работает в компании. Это совпадение. Удачное совпадение, да. Удачное совпадение. То есть по-прежнему получается, даже в категориях, в которых сложно принести инновацию, приносить вот такие большие-большие открытия, которые русский потребитель замечает. Почему он замечает? Потому что, в принципе, уровень технического образования очень высокий в нашей стране. То есть нашему потребителю очень важно рассказать и понять, чем отличается продукт. То есть как только он понимает, что здесь есть новые ингредиенты, как они работают, в какой связи, на какой промежуток времени это будет действовать. То есть как только вот эти вещи тебе правильно удается объяснить потребителю, и это действительно имеет в своей основе какие-то существенные изменения, потребитель твой. То есть вот нашим продуктам удалось это сделать, и потребитель наш. То есть мы получили очень существенную долю рынка уже, и дальше собираемся развивать этот сегмент в будущем. Это у вас ноу-хау такое, или, в принципе, это вещь такая, доступная многим конкурентам уже? На этом рынке мы самый большой игрок вот в этом сегменте, да, есть похожие инновации, то есть, как бы, безусловно, свою технологию мы бы запатентовали, и мы достаточно, я бы сказал, трепетно относимся к нашим ноу-хау. Никто не говорит, что никто не может сделать что-то подобное. Такие подобные вещи есть, но вот с точки зрения вкуса и процесса приготовления нашего напитка, это вот только наше, то есть, мы это бережем, гордимся, с удовольствием делимся потребителям. Это правильно. То есть, теперь можно выпить растворимый кофе, но вкус у него будет. Молота, как у молотого. Надо попробовать обязательно. Обязательно. Хорошо, Тань, некоторое время назад пытался я все-таки понять, да, ваш посыл, когда вы говорили о неком своеобразии отношения россиянина, да, к напитку, его какие-то особенные, ну, я уж я не знаю, предпочтения, да, связана ли это ментальность, может, какая-то особая. И, что самое интересное, как это понять? Это понять-то невозможно, потому что вещи нематериальные все-таки. Материальные. Вы не поверите, да. У нас очень большая такая составляющая это исследование. То есть, мы действительно с российскими потребителями даем им в баночках немаркированных разные продукты, смотрим их палитру вкусов, предпочтения, есть карта вкусов, которую мы вот рисуем для каждого отдельного рынка, смотрим, насколько мы соответствуем, куда мы можем дальше продвигать. Кто-то любит покислее кофе, кофе же кислый продукт, в принципе, да, кто-то любит сильно кислее, кто-то любит более серьезную обжарку, кто-то любит более глубокий вкус. То есть, есть очень-очень много параметров, больше 10, больше 20, по которым мы оцениваем вкус кофе, рисуем вот эту вот палитру, и дальше пытаемся куда-то вот двигаться, расширяться, чтобы, в принципе, получить дополнительные какие-то вот benefits, какие-то дополнительные преимущества для потребителей. Добрый, здоровый. А если опять возвращаться, Ян, к кондическим изделиям, вот такие исследования там тоже проходят? Да, это исследование проходит на всем потребительских рынках, во всех категориях товаров, потому что это очень важно, как потребители относятся к продукту. То есть мы никогда ни в одной из категорий не выпустим на рынок новинку, которая не является по качеству лучше существующего продукта, потому что это, в принципе, и затратно для нас, и мы всегда стараемся, вот я говорю, вступить в долгие отношения с потребителем, то есть не на один денечек с ним встретиться и разойтись, а вот мы хотим каких-то длинных, дружественных отношений. Ну, примеры, которых вы сейчас рассказали, они, конечно, позитивные, они успешные, были какие-то неудачи, может быть, вот, с точки зрения, инноваций? Можно? Да, Татьяна. На рынке от неудач никто не застрахован, потому что дело такое. Это рынок. Это рынок, то есть на неудачах надо учиться. Но, как вот я сказала, в компании, в нашей, во многих больших компаниях обязательно делается очень много исследований до того, как мы запускаем новинку. И благодаря этим исследованиям, аналитике, опыту других стран, мы, конечно, стараемся себя обезопасить и выводить на рынок то, в чем мы очень сильно уверены. Ну, то есть можно, да, представить, что могли быть такие случаи, что вот в результате исследований вы приходите к выводу, что это неудачно. Да, мы откладываем, убираем. Несмотря на то, что затрачены огромные средства, правильно? Исследование тоже вещь такая капиталоемкая. Но даже несмотря на это, это неудача, мы с этим соглашаемся. И мы дальше не идем в этом направлении. Либо мы дорабатываем, смотрим, как минимизировать вот эти вот риски, можно ли что-то поправить в этом предложении для рынка, нужно или нет. Но можем отложить и сказать, да, это не существующая, это неправильная идея для рынка. Мы не будем это делать, развивать сегменты. Здорово. Главное вовремя понять все-таки, да? Остановиться. Остановиться вовремя. Для этого и проводятся все эти исследования, фокус-группы и так далее, разговоры с потребителями, чтобы это действительно понять и остановить на нужном этапе. Да. Хорошо. Еще раз огромное спасибо. Вновь мы сейчас с вами, уважаемые гости, прервемся. В это время, как всегда, послушаем новости на Финам.ФМ. После новостей продолжим эфир. Ну что ж, друзья мои, продолжим эфир. Последняя часть у нас, к сожалению, 12 минут, их всего осталось. Я напомню, мы сегодня обсуждаем рынок кондитерских изделий и кофе от советских брендов до современных технологий. И в студии Яна Гуськова, директор по корпоративным вопросам компании «Монде Лиз Русь». И Татьяна Ефремова, директор по управлению категорией напитки «Монде Лиз Русь». Телефон студии 6510996, код города 495 и сайт компании «Финам.ФМ». Можете к нам, уважаемые слушатели, присоединиться. Ну и, как всегда, в последней части мы пытаемся сейчас несколько систематизировать полученную информацию. Поговорим давайте о неких тенденциях, о перспективах развития рынка, ну и, в частности, как будет чувствовать себя компания «Монде Лиз» в ближайших, среднесрочных, в отдаленных перспективах. Есть звонок, давайте, может, тогда с него начнем. Итак, Ирина, день добрый, вы в эфире, пожалуйста, говорите. Здравствуйте, добрый день всем. Спасибо. Вы знаете, у меня все-таки маленький такой вопрос, может быть, на засыпку. Вы знаете, вот вы очень хорошо, ваши гости в студии, очень хорошо обходят все прямые вопросы наших слушателей. Вот это касается там и первого продукта, и кофе, и так далее. Вот скажите, пожалуйста, вот кроме вот этих вот маркетинговых приемов привлечения покупателей покупать вашу продукцию и расширять рынок вашей продукции, что конкретно грандиозного вы сделали для того, чтобы продвинуть и сделать лучше наш великий бренд, наше печенье, которое выпускалось очень давно? Спасибо, Ирина. Спасибо вам за вопрос. Яна. Ну, во-первых, действительно, бренд-юбилейный – это великий бренд, как я сказала, он был запущен в 1913 году, и в прошлом году мы отмечали его столетие. Компания издала книгу, посвященную столетию бренда-юбилейного, где мы постарались собрать все исторические факты о том, как печенье было создано, о компании «Большевик», как бы о ее лидерах там и так далее. У нас есть эта книга, она издана, конечно, ограниченным тиражом, и в том числе мы ее презентовали бывшим работникам фабрики «Большевик», те, кто когда-то запускал это печенье и в советское время, и представителям индустрии и так далее. Это вот с точки зрения как бы охраны, как бы исторически. Да, сама историческая фабрика «Большевик» в центре Москвы уже не работает, потому что, как вы понимаете, в центре Москвы производить сейчас какую-то продукцию, вообще иметь производственное предприятие, ну, уже невозможно. И все производственные мощности были перенесены во Владимирскую область, в город Собинка, завод там так и называется «Большевик», но это уже современное предприятие, где печь, которую производят печенье ювелирное, вы не представляете, это 150 метров в длину агрегат. Я, когда печь в этом контексте произносит слово, я, естественно, представляю, да, русскую, белую, эту глиняную печь. Нет, это, представляете, это 150 метров длиной конвейер, у которого есть и горячая зона, и холодная зона, там, конвейер и так далее. И, как мы уже сказали, на фабрике «Большевик», где производится это печенье, внедрены высочайшие международные стандарты. Это и стандарты ХАСП, и стандарт ИСО-9001. Мы постоянно проводим строжайшие контроли ингредиентов на входе, постоянно производятся аудиты продукции. Более того, мы работаем над тем, чтобы развивать собственных поставщиков, то есть поставщики муки, масла, меланжи и так далее. Мы все с ними очень тесно работаем, чтобы эти ингредиенты были самого высочайшего качества. Именно этим мы обеспечиваем качество нашего любимого юбилейного. То есть я все-таки хотел бы подчеркнуть, наверное, да, и в вопросе Ирины, мне казалось, вот эта тема прозвучала сейчас. Ну и я так понимаю, вы чувствуете тоже это, некий груз ответственности, правильно, да? Да, да, безусловно. Потому что есть действительно, вот, не случайно же про Калашникова вспомнили, да, там про Аэрофлот вспомнили, то есть есть бренд, да, который действительно многие могут считать, ну если не своим, то, по крайней мере, причастным к нему, да? А он сейчас ответственный за то, что... Это исторический бренд, и мы безусловно... Да, 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 лежит на ваших плечах, да. У нас есть материалы исторические, там куча фотографий и так далее. И, на самом деле, вот на заводе в Собинке у нас он постоянно как бы модернизируется, да. И у нас недавно было принято решение, будем строить дополнительный корпус к нему, и вот в нем мы сделаем комнату, посвященную печенью юбилейным, где мы выложим все исторические фотографии, как бы и так далее. То есть мы действительно пытаемся сохранить это историческое наследие. Нет, действительно, вот с этой точки зрения, как это не пафосно прозвучит, наверное, да, но это правильно. Есть некое историческое наследие, его, безусловно, надо хранить. Но мне кажется, это действительно, это то, что мы стараемся и с точки зрения эмоциональной как-то поддержать вот эти традиции, бренд, чтобы он жил, дальше развивался. Мы следим за качеством, и более того, мы стараемся очень грамотно и правильно выводить новинки. То есть под юбилейным, то, что Яна уже сказала, появились дополнительные вот саблинии, как мы их называем, под бренды, и они отвечают уже новому времени, я бы сказала. Уронить эту планку они не должны, правильно? Нет, то есть они должны развивать бренд дальше, выше, к новым стандартам. Итак, спасибо, спасибо вам, уважаемые гости, спасибо, ответили мы, я думаю, Ирине на ее вопрос. Давайте о стандартах, от стандартов к тенденциям, от тенденций к перспективам. Тань, вам слово. Спасибо, то есть я думаю, что, как мы уже затронули, вот отношения между разными сегментами, между разными категориями, они становятся более-более плотными. И, наверное, будущее мы видим вот там, то есть какие-то более удобные для потребителя формы потребления, какие-то вот новые формы продуктов, которые появляются, синтез разных категорий. Наверное, вот там, в принципе, будущее, то есть то, что мы вот видим, соединение шоколада с печеньем, это тоже становится... Тань, я правильно понимаю, что через некоторое время вот этого классического юбилея мы можем просто не увидеть на прилавках? Нет, я думаю, что классическое юбилейное мы будем поддерживать, мы любим. Потому что синтез доведет нас до такого, что будет соединение печенья с шоколадом, потом с огурцами солеными там. Соединение печенья с шоколадом уже есть. Да-да-да. С селедкой, боже мой, и все. То есть вот, безусловно, мы оставим традиционные любимые продукты, но вот дальше-дальше мы развиваем именно вот новые вкусы. Например, на, опять же, моем любимой категории на кофе, мы посмотрели, что сейчас рынок кофеен, который развивается в Москве и в Санкт-Петербурге, и он очень большой. Люди любят туда ходить, но при этом вечером дома, когда темно, когда холодно, не только в Москве и в Санкт-Петербурге, ты не можешь себе позволить вот чашечку качественного кофе, как в кофейне. То есть что было тогда сделано? Подождите, а у меня дома баночка растворимого есть, вот этого, сублимированного. Да, он очень хороший, но, в принципе, вот опыт, эмоциональный опыт, как это вот готовится, как оно наливается, тоже в этом есть определенная эстетика, ритуал, который тоже является для потребителя важным. Что тогда мы сделали в партнерстве с нашими коллегами Bosch, компанией, очень известной торговой марки электроники, была приведена на рынок машина Тассима, то есть домашняя станция, которая делает не только кофе, а любые горячие напитки. И это, конечно, прорыв, то есть это возможность приготовить горячую белку. Под горячими напитками, это они имеют в виду чай. Да, можно приготовить не только кофе, но, то есть внутри кофе. А еще какие бывают горячительные, может быть, они делают. Эти напитки пока мы не вывели на рынок, но, может быть, туда стоит заглянуть, это интересная тема. Тогда такая машина, я думаю, была бы гораздо более популярна. То есть пока мы ограничились разными видами кофе, то есть можно приготовить шедевральный капучино, потрясающий латт разных видов, более того, можно сделать разные виды чая, можно сделать милку горячую. То есть получается, что уже есть дома маленькая машина, которая готовит напитки для всей семьи. То есть ребеночку можно милку заварить, горячий шоколад, себе покрепче кофе, кому-то там чай, кто любит, второй половине дня. И мы дальше смотрим вот над вариантами, какие продукты можно еще запустить под этим. То есть это капсула, это очень удобно. Засовываешь одну, вторую капсулу, получаешь прекрасный на выходе кофе напиток, либо горячего приготовления напиток, чай, горячий шоколад. И вот этот синтез, мне кажется, наверное, должен быть оценен по достоинству. Именно поэтому этот сегмент растет огромными темпами. То есть не в два, не в три раза, а в десятки раз из года в год этот сегмент развивается. Я думаю, что будущее... Я думаю, компания Bosch здесь не промахнулась с сотрудничеством-то. Мы очень довольны обоюдным сотрудничеством. И мы, и Bosch. И они тоже в том числе, конечно. И они, безусловно, довольны. Конечно. Так, хорошо. Ну и в ближайшие, да, три минутки у нас осталось, я смотрю сейчас на таймер, ближайшие какие-то перспективы непосредственно компании Монделис, ну и рынка в целом, Таня. Мы смотрим на потребителя. То есть компания очень сильно смотрит за тенденциями. То есть мы видим, как важно сейчас прививать правильный вкус тинейджерам. То есть стараемся находить хорошие варианты продуктов правильного, здорового, интересного, заполнения вот этого времени. Вообще, мне кажется, это всегда проблема, Ян, да, прививать правильный вкус тинейджерам, а не сами кому-то что. Вообще, прививать правильные навыки здорового питания детям, это большая проблема у нас. Проблема, конечно. Этим надо заниматься, это надо работать с нашими школами и так далее. У нас, на самом деле, есть программы, которые на это направлены по здоровому питанию школьников. И продукты, которые, в принципе, отвечают этому. То есть вот мы смотрим, какие там тенденции, смотрим, чем мы можем удовлетворить и правильно развить вот это молодое поколение. Более того, мы смотрим, что у нас и взрослеющая часть населения, она становится достаточно большой. И у них тоже другие потребности. То есть им нужен немножко другой вариант кофе, им нужен немножко другой вариант печенья. То есть мы смотрим, какие потребности там. И чтобы удовлетворить фактически российского потребителя на любом его возрастном промежутке, жизненном цикле, мы стараемся посмотреть и балансировать портфель. Это одна вещь. А вторая вещь, мы смотрим в течение дня, где же есть те моменты, когда мы своими продуктами можем полностью обеспечить его потребности. Да, у нас прекрасные завтраки. У нас такой прекрасный лозунг — дарить вкусные моменты радости. Вот мы ищем, где эти моменты, когда эти вкусности мы можем им подарить. Помимо завтрака, когда все пьют кофе с печенькой или там шоколадкой. Ну это один из моментов, я так понимаю, да? Это однозначно. То есть один момент — завтрак, есть после обеда, есть five o'clock. То есть мы чайная страна, опять же. То есть что можно сделать в пять часов дня, чтобы человек чувствовал себя лучше, дожил до конца рабочего дня удовольствием и таким прекрасным настроением. Что можно вечером им предложить? И мы вот смотрим на потребителя еще с этой точки зрения. То есть вот чем запомнить его день. То есть как максимально удовлетворить, сделать веселым, добрым, счастливым и вкусным этот день. И это полезно. Я так подумал, что здесь некая игровая составляющая есть, да? Что у меня, ну, условно говоря, в течение дня есть желание позавтракать, потом перекусить. Да, потом вот этот самый five o'clock, либо полдник, как у нас в пионерском лагере называлось. Потом ближе, видимо, к финалу той же еще чайку попить. И для каждого из этих мероприятий у меня есть отдельный продукт, который вы предлагаете. Мы бы хотели, чтобы у нас был отдельный продукт, который мы могли бы предложить. Они у нас уже есть, безусловно, но мы работаем так же над их. Другие возможности тоже есть. Я понял. Ну и давайте два слова буквально, Яна, Татьяна, нашим слушателям адресуем. В заключении программы так уже подводим итоги, что пару слов хотели бы вы сказать. Пожелать здоровья и счастья в вечной жизни. Ну, вкусных моментов радости всем. В частных моментах обязательно, чтобы у нас вот этот вот контакт, я говорю, был долгосрочным. То есть мы со своей стороны стараемся сделать все, чтобы наши продукты нравились. Если есть какие-то комментарии, пожелания, мы всегда очень внимательно читаем все, что нам пишут потребители. Стараемся адресовать максимально. Да, заходите к нам на сайт, пишите нам, звоните нам. Да, заходите к нам на огонек. Я понял. Спасибо огромное. Спасибо, уважаемые гости. Еще раз напомню, сегодня в студии бизнес-класса были Яна Гуськова, директор по корпоративным вопросам компании «Монделис Русь» и Татьяна Ефремова, директор по управлению категорией напитки компании «Монделис Русь». В общем, обсудили мы много полезных, вкусных, радостных событий. Спасибо вам, уважаемые гости. Уважаемые слушатели, для вас также благодарность традиционно. Спасибо вам за внимание, что вы эти два часа были с нами. Как всегда, успехов в бизнесе. До свидания, до завтра.